итак доброе утро дорогие друзья всем доброе утро добрейшее утрейшее утро будет ртов как говорится в израиле ботертов good and a bad не будет она вот это спокойной ночи ботертов доброе утро good morning бонжур бонжур и так дорогие друзья все мы продолжаем изучать тору мишлей алекс рожнов лиля берман доброе утро всем олег марголин шалом всем участникам субботы ботертов отличного настроения все марина ли шалом все дорогие друзья продолжаем изучать мишлей притчи царя сломона и яков шатанин изучать тору применять тору в жизни и самое главное становиться торой это очень вообще очень важно то чтобы тора стала сущностью латкоса привет интересно что в я сейчас заканчиваю курс называется мастер обучения и есть три стадии три стадии есть обучение и вот очень важно понять как это работает вначале стадия узнавания то есть ты узнаешь информацию попадает в мозг новая информация вот мы сейчас ее изучаем вместе екатерина фран попадает новая информация да и она входит входит в вот этот неокортекс это часть называется и ты теоретически с ней знакомишься по нему что-то понимаешь что-то не понимаешь чем-то согласен чем-то не согласен но для мозга непонятно нужна тебе эта информация или нет потому что именно прочность закрепление информации определяется ее эмоциональной составляющей то есть если например если например что-то вызывает эмоцию сильную эмоцию то это сразу запоминается и эти воспоминания становятся яркими такими сильными то есть какая-то информация вызывает эмоциональную реакцию какая-то нет и вот для того чтобы запомнить нужно эмоционально это прямо прочувствовать прожить да то есть если это вас радует тара да то есть прям вау вообще вот это вообще это знание там это просто кайф такое то тогда эта информация она как бы запаковывается в такую облаточку и попадает сразу долговременную память бери дальше но дальше то есть у человека автоматизм который управляется другим мозгом другой частью мозга мозжечок и получается что самое главное это это заповеди самое главное как ты запрограммируешь вот эту свою животную сущность или ты будешь делать то что ты изучаешь или ты не будешь если ты делаешь слова торы а минимум делать слова торы в иди бар табам произносить их то есть нужно произносить слова торы ложась и вставая повязать их на как знак на руку свою будут они знаком здесь филин это для мужчин да и так далее то есть когда ты выполняешь действия да то ты себя как бы программируешь свое тело хорошо ну пока давайте хоть изучать как говорил хаффетскаем интересно хаффетскаем как-то один человек ему пришел и говорит вы знаете я когда ваши книги изучаю говорит я засыпаю книги про лошадра что нельзя говорить злоязычие хаффетскаем ему говорит так отлично вообще представьте вообще вы в это время не говорите злоязычие говорит как хорошо что засыпаете что даже в этом он находил плюс и красоту все вера рудольф с нами значит можно изучать дальше и так 3 глава 23 отрывок значит 22 отрывке нам царь сам он сказал что будут они жизнью для твоей души вот этой животной то есть слова торы они оживят твою животную душу имеется ввиду жизни духовная личная жизнь и они привяжут тебя к духовности и значит и дадут они приятность твоим словам то есть если ты будешь говорить украшением шеи твоей имеется ввиду что слова торы когда они выходят из своего рта они а они украшают твой рот твою тело твою тебя да это был 22 отрывок 23 астелых любитах сказал он тогда пойдешь ты в безопасности астелых любитах вы дар кэха астелых любитах дар кэха вера глэха лотигов он говорит и тогда пойдешь ты в безопасности по своему пути пойдешь по своему пути и твои ноги не получат ударов не споткнуться значит что имеется ввиду вот смотрите помните мы уже учили что бы коль драге хадео на всех своих путях познавая его бога в смысле и он значит выпрямит твои дорожки и есть вот эти вот магистральные пути на которых человек должен принять решение ты за кого там за добро за зло за семью за не семью за значит ну и так далее то есть чем должен принять решение вообще ради чего он живет какой у него как бы смысл или у него смысл только по эгоизм получать удовольствие или у него смысл и получать и давать или у другого и смысл только давать другим людям помогать или у тебя смысл духовная жизнь люди а смысл материальной жизни большинство людей они так не задают себе глобальные эти вопросы и живут как придется то есть их просто колбасит по жизни когда нет в таком хаосе который управляется внешними внешними стимулами и путями очень я сейчас замечаю вот идет сейчас же но как бы изменение такая политики то есть было вот там четыре или пять лет в украине была одна такая линия да прямо прям конкретная линия такая прям бах сейчас такая смотрю такая чуть-чуть пошла другая линия в россии тоже там одна линия другая линия в америки то республиканцы у власти той демократа власти то те в израиле сейчас третий раз представьте третий раз только израиль не может определиться из ранее можно вредиться третий раз сейчас будут голосовать выбирать парламент представляете вот это суть еврейского народа вот сил и согласны со всеми то есть очень много разных мнений три раза уже не могут выбрать парламент это вообще такого наверно ни одной стране мира нету третье перевыборы хорошо так а значит здесь нам сказал царь алмон давайте вернемся к мишли что если ты берешь себе вот эту вот стройную понятную систему тору которая управляет твоим мышлением уже с установленными правилами которые установил бог да вот есть там на скрижалях бах 10 заповедей все это на скрижалях бог вначале он сам написал да то есть бог прямо тушь на скрижалях появились эти десять заповедей маши рабену спустился начали первые скрижали бог и скрижали сделал и заповеди основные в которых зашифровано все а потом второй раз маши уже сам сделал скрижали и бог на них появились эти буквы которые были как голограммы читали со всех сторон там и так далее то есть все это тора тут понимаешь тут нет это бог сказал это не не тоже там выборы не выборы хочу не хочу теперь если ты берешь ее как управляющие как управляющие всеми решениями и действиями аппарат тогда говорит нам царь салмон тогда пойдешь в безопасности по своему пути по своему пути то есть тебя не будет как бы не будет тебя волновать меняется курсы не меняются курсы и так далее ты идешь по своему пути ты твоя семья твои дети все по одной системе и роглеха лоти гоф и твоя нога не будет поранена что это значит тогда бог тебя бог тебя тогда будет защищать и спасать на любом пути все теперь значит им ти шкаф локи вход если ты будешь лежать не будешь ты бояться в вашах авто варва шнатэха и будет тебе еще и спокойно спать вот это тоже интересная вещь мозг человека он же работает и и днем и ночью ты когда засыпаешь ложится один человек спада у него как бы нет никаких обязательств не перед тем никому не должен никто за ним не гоняется никого он не обидел ни с тему не ругается то есть у него как бы бах свободно все хорошо не к ничего не должен и у него такой кайф он спокойно ложится и засыпает и ночью он спит и у него с хороший спокойный сон утром он проснулся и он говорит сразу модель и лефан эхо благодарен я перед тобой мы лаха его каян царь живой и сущий шейх из арта биниш мотива химла что вернул ты в меня душу мою в милосердие раба ему на т.к. велика моя вера в тебя класс все проснулся сделание делать и даем по омовение рук дальше пошел благословение помолился позавтракал поучил тору дальше пошел поработал потом поучил тору сделал добрые дела каждому нашел хорошее доброе слово тому сказал хорошее слово тому сказал хорошее слово все в конфликтах не участвуют злоязыче не говорит не сплетничать не слушать ни про кого ничего плохого вообще то есть все идет по четкой системе и что отлично все это как раз потом вечером лег спать спокойненько и ночью спит спокойно это идеальный вариант это то что здесь нам написано двадцать третий отрывок что будешь ты идти по своим путям именно по своим путям не будешь ты вот смотрите когда человек идет по чужим путям никогда не известно что будет то есть поэтому не важно какие сми они все врут каждый качает на свою сторону не то еще когда идет по по чьим-то мнением то он по любому где-то споткнется почему потому что мнение людей они разные выживите третий раз не могут договориться по в израиле третье перевыборы россия не может договориться и внутри не может договориться и снаружи не может договориться америка тоже я вам скажу что не лучше вообще двойные стандарты внутри двойные стандарты и все это сказать что прям супер какие-то люди то есть каждый человек который нет садик не праведник стопроцентный про которого прямо бог сказал что он правильный у каждого есть свои какие-то заморочки которые но которые идут в противоречие с заморочками других людей и получается если ты идешь по чужим путям то ты по-любому где-то ты воткнешься в путаницу да то есть один тебя ведет туда второй ведет туда так как они оба идут в разные стороны а ты куда пойдешь и все теперь но если ты идешь по своему пути лично по своему пути а твой путь это путь бога то тогда у тебя все четенько да то есть у тебя есть одна синхронная гармоничная система и в этой системе ты идешь спокойно и 24 отрывок и будешь ложиться спать спокойно и солнце будет сладок идеальный вариант то есть я голова значит работает спокойно и синхронно всю ночь дальше двадцать пятый отрывок аль тира ми пак ми пахат питом мисад решаем ти того и значит но он нам дает еще двадцать пятый отрывок очень интересную такую вещь нам дает хорошо значит человек выстроил свою жизнь идеально он выстроил свою жизнь по торе идеально все прямо вообще вот раф зильбер зекрана цедит ли врага он был цадик один из 36 праведников заслугу которых существует мир то есть цадик цадик но его жизнь в пятьдесят первом году его посадили в тюрьму он отсидел два года пока не умер сталин пятьдесят третьем его отпустили у него хотели забрать детей и он бежал из казани потом к нему семья переехала и они жили в одной комнате там где-то в пристройки в этом в троем четвером в пятером ну то есть жутко тяжелая жизнь да и почему это так почему это человек который из рода царя давида потомок великих раввинов из поколения в поколение у него было там он был прямой потомок а барбанеля и так далее почему у него была такая тяжелая жизнь вот здесь он говорит нам церкви самом двадцать пятом отрывке аль тирами пахат питом не бойся внезапного страха то есть человек же живет он не один и к сожалению вот например лод лод поселился племянник авраама даже зачем возьмем самого авраама один авраама вину про отец авраам он был великий великий ну не просто праведник он с богом прям соединился в одно целое он все дело как бог говорит и кака у него жизнь была пошел он пошел пошел в значит идет бак приходит в израиль там голод спустился в египет жену забрали детей у него не было до 1 ребенок него родился 87 лет это что же надо понимать 87 лет до 87 лет и он все время он и люди думали а чё это у него детей нет если такой праведник почему бог ему детей не дал и так далее то есть есть у человека несмотря на то что он праведный но он живет в мире и он не как мы приходим сюда душа приходит это уже какие-то там 2 может быть приход не второе 2002 лет там двухсот и и так далее то есть мы живем в мире и царь сам он говорит послушай если ты цадик и ты идешь по правильному то вокруг даже если будет твориться что-то тебя бог все равно будет защищать и даже когда он вокруг будет наказывать грешников сколько было историю у того же равзильбера как он в том же лагере он спасался от ну таких ужасных вещей и там он все равно и и праздновал и песок он праздновал и все шаббаты он соблюдал и так далее то есть мы же можем посмотреть снаружи вот до какая у человека жизнь мы видим снаружи вот например я недавно разговаривал с одним человеком у него внешне посмотреть до религиозный чеки синагоги у него внешне очень тяжелая жизнь он там из донецка потом мы из донецка вот война они бежали себя не нашли в киеве потом переезжаю там в другую страну внешне тяжело но я с ним разговариваю он говорит слушай у меня такое счастье говорит вообще я прямо чувствую как всевышний меня любит и поддерживает и он рассказывает то есть с точки зрения например человека у которого есть деньги все то его жизнь она тяжелая то есть очень тяжелые внешние условия то есть с деньгами тяжело работа нет и так далее но он проходя вот этот свой путь трудности он все время видит на разных ситуациях как бог ему помогает вот он там прилетел сразу прошел тут он поселился хотя это так тяжелый какое-то общежитие но ему сразу прошел лучше здесь прошел там прошел тут получил здесь получил там какая-то помощь здесь помощь то есть он все время несмотря на то что у него вот такая но как бы если посмотреть с точки зрения кого-то у него сложная жизнь но внутри он внутри этой жизни у него все время какие-то у него такие взлеты 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 чувствуют как бог его ведет то есть это то что нам сказал здесь то есть опять же если он себя начнет сравнивать с кем-то то тогда ему будет очень тяжело он скажет что у меня за жизнь не там уже много лет живу в каком-то общежитии в беженец чужой стране денег нет и так далее то есть если он тебя строк сравнить с кем-то ему будет тяжело если он говорит бог меня ведет моим путем у меня есть мой путь вот он такой и бог для меня выбрал что вот мой путь такой а вот давай посмотрим на просто на объективные ситуации то есть есть что кушать есть где спать есть где жить есть все отлично и и идет все каждый день десятки десятки вот этих вот счастливых каких-то случаев можно их назвать случаями но верующий религиозный человек он видит что это бог ему помогает и значит вот этот 26 отрывок нам сказал это царь самон потому что бог будет будет твоей опорой и он убережет ногу твою от ловушки понятно да что значит будет опорой вот именно чем тяжелее человеку тем он больше чувствует вот эту вот поддержку бога смотрите вот есть яркий самый яркий пример вот кто постился например когда-нибудь есть посты в есть съемки пурпост это полностью 24 часа без еды и без воды есть еще несколько постов после 9 ава есть посты да и вот когда ты постишься сутки без еды без воды и потом ты выпиваешь стакан воды и этот стакан воды это такой кайф это кусочек какой-то пищи ты чувствуешь ее вкус а если ты ешь все время то ты чувствуешь только голод от того что что у тебя нет еды ты должен ее все время больше и больше поедать понятно то есть есть как бы внешняя картинка вот есть еще есть одна такая в талмуде очень классное выражение на эту тему что жизнь жизнь изнеженного человека не жизнь больше всех страдают изнеженные люди казалось бы он изнеженный он такой прямо от эстет такой прямо вот кушать только вот в ну и так далее да но он больше всех страдает почему он больше всех страдает потому что жизнь она постоянно ему делает подставок то есть вокруг одни там неряхи и и эти самые и все время он должен повышать то есть если он такой эстет то он привык сам уровне эстетичности уже его не прет он давай дальше эстетичность а ты же не можешь повышать эстетичность и время и значит написано в талмуде что жизнь эстета это сплошное страдание изнеженного не с это изнеженного и жизнь педанта это сплошное страдание то есть человек педантичный а он все время его подводят все подставляют все все распаду расползается распадается понятно да идея ну хорошо значит значит давайте подведем итог нам здесь обещана 3 глава с отрывка 23 по отрывок 26 что бог будет оберегать сохранять успокаивать охранять от всего человека который идет по есть если ты идешь по торе по своему пути и он совпадает с тем что бог сказал делать он не совпадает а он такой потому что бог сказал делать не потому что не потому что я хотел а у оказалось еще прикольно да что то что я считал правильным еще и бог сказал нет так нет такого есть я внутри это набор прошлых влияний тара это с неба это бог сказал теперь я свою я убираю и иду по велению бога тогда присоединяюсь к богу как сын бога да это тот кто слушается и тот кто слушается по своему желанию по своей воле того бог начинает очень сильно оберегать как здесь написано все я желаю чтобы каждый из нас понял осознал что бог все равно всех ведет от рождения к смерти и этого не избежишь раньше позже там это это не надо бояться это так она есть жизнь это это промежуток между рождением и смертью и он будет у всех теперь дальше когда ты идешь по жизни то у каждого свой путь своя эпоха свои какие-то обстоятельства и весь вопрос том чем ты руководствуешься в своих решениях или ты руководствуешься волей бога тогда бог тебя будет защищать если ты руководствуешься другими принципами тогда ты будешь получать следствие плоды своих мыслей своих поступков своих действий в каэлите в первой главе написано что бог создал мир в самом начале первой главы написано что бог создал мир для того чтобы отвечать людям на их действия на их действия на их молитвы то есть весь этот мир это ответ на наши действия и молитвы глобально все то что сейчас миром происходит если сложить все действия и мысли людей детально частно это то что каждый из нас своей жизни делает это вот мы делаем решаем и так далее а бог нам отвечает через события через людей и через молитвы все удачи успехов чтобы всех был хороший прекрасный день когда вы сможете не просто узнать информацию эту информацию превратить в действие да и эти действия они приведут вас к результатам все удачи успехов всем хорошего дня напишите свои выводы это тоже действия когда вы прослушали это еще так прослушали понятно понятно чтобы это стало вашей нужно обдумать и написать вывод все пишите вывод это леви бердер шалом и до завтра всем до завтра пока